Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Игорь Рейтерович, политолог. Игорь, здравствуйте. Приветствую. Сегодня будем говорить на такие темы. Нас ждет большая война. Где она будет и кто еще будет воевать, об этом будем говорить. Байден поставил скептиков на место, в Китай прилетел не Путин, а двойник. Об этом, обо всем мы будем говорить после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, таблица интервью, короткие вопросы, короткие ответы, три вопроса от украинцев, три вопроса от россиян. По традиции начинаем с россиян. Первый вопрос такой. Почему в России, православной стране, еще что-то вякают мусульмане? Интересуется зритель из России. Ну, потому что Россия это страна с феодальным укладом. И, соответственно, кто отвечает за определенный феод, тот может проводить там любую политику. И именно из-за этого мы видим то, что мы видим на примере поведения, ну, в данном случае, я так понимаю, представителей чеченской национальности. Кадыровской национальности. Кадыровской национальности, да. Израиль уничтожат, а его жители переселят на запад Украины. Это их земля. Утверждает или спрашивает зритель из России? Тут сложно как-то комментировать какие-то конспирологические теории про их землю. С таким же успехом, по логике этого зрителя, их можно переселить в Россию. Потому что это также их земля. Но, на самом деле, здесь нечего особо комментировать. А зрителю посоветую все-таки почитать, наверное, историю. И понять, кто откуда пришел, куда пошел и вообще, чья земля кому принадлежит. Из какого времени. Это очень важное уточнение. Украинцы реально хотят нас всех убить и сжечь Москву? Да нет. Никто не собирается убивать всех россиян и сжигать Москву. Тем более, сжигать Москву прекрасно получается у самих россиян. Поэтому, в данном конкретном случае, они могут этим заняться и решить, кстати, массу проблем. Сожгут Москву, война закончится. И все начнут опять жить мирно, нормально там работать, зарабатывать деньги и, возможно, даже ездить куда-то за границей. Три вопроса теперь от украинцев. Неужели россиянам наплевать, что их дети будут жить в диктатуре? По большому счету, тут вопрос даже не в том, что им наплевать. Они не знают, как может быть по-другому. Они привыкли к такому образу жизни. Их это устраивает. И они считают, что для их детей это тоже будет вполне нормально. После войны в Украине и Израиле мир изменится? В определенной мере, конечно, мир изменится. Но глубина этих изменений будет зависеть от позиционирования, скажем так, ряда стран, которым уже пора, наверное, прекратить молчать, а серьезно заняться этим вопросом. И в первую очередь приструнить Российскую Федерацию. Ну и другие страны, которые потворствуют всяческий терроризм. А что за 8 лет сделал Путин для Донбасса? Он его 8 лет бомбил. Насколько я понимаю, вот этот любимый термин, который говорят российские пропагандисты, он имеет под собой определенные основания. Они только перепутали с адресатом, который непосредственно этим занимался. В данном конкретном случае это делал Путин. Давайте перейдем к вопросам, которые я озвучивал от наших, точнее, мы уже закончили вопросы от наших зрителей. Давайте перейдем к вопросам, которые я озвучивал раньше. Итак, нас ждет большая война. Давайте пробовать разбираться в том, о чем сейчас говорят чуть ли не каждый аналитик, ленивый только об этом не говорит. Действительно ли может вспыхнуть война между цивилизацией, вот этими демократическими странами, да, и осью зла, странами диктаторского этого хаоса? Будет ли она или невыгодна она никому, кроме каких-то отдельных субъектов того же хаоса диктаторского? В первую очередь она, конечно, невыгодна ключевым и серьезным субъектам международных отношений. Не важно, кстати, какую сторону они занимают. В этом плане, если мы там условно относим Китай, а Китай условно можно относить к оси, скажем так, вот этого зла, Китаю война сейчас большая, невыгодна от слова совсем, по одной простой причине, он к ней не готов. То есть если бы он находился в несколько другом положении, возможно бы тогда он на это как-то реагировал. Но поскольку он к этому не готов, то война, конечно, невыгодна. Демократиям война априори никогда не выгодна, потому что демократии хотят спокойно себе жить, развиваться, улучшать уровень жизни, зарабатывать деньги, повышать, скажем так, культурно-интеллектуальный уровень. И думать о совсем других вещах. Жизнь слишком, в принципе, коротка, чтобы еще тратить ее на какие-то войны, и тем более рисковать жизнью во время этих войн. Поэтому большая война, теоретически, на сегодняшний день, она необходима каким-то странам, изгоям, которым по большому счету нечего терять, и которые надеются, что в результате такой войны они могут принять участие в каком-то переделе мира, или, по крайней мере, отстоять какое-то свое видение на определенное развитие. Игорь, я прошу прощения, давайте конкретнее. Вот эти вот страны-изгои. Я так понимаю, Россия, которая уже ведет большую войну, да? Кто еще? Это, в принципе, три страны, которые на сегодняшний день наибольше в этом заинтересованы. И, кстати, Россия там даже не на первом месте стоит. Это Иран, это в определенной мере Северная Корея, которая, в принципе, не против именно какой-то большой войны, где она не одна будет участвовать, а будут участвовать какие-то другие государства, и под этим соусом они могут решить какие-то свои проблемы. И, конечно, Российская Федерация. Почему я говорю, что Россия даже не на первом месте? Потому что все-таки элита России, так называемая, которая там имеет какое-то влияние на принятие решений, то есть это не один все-таки Путин, это какая-то группа людей там есть. Вот часть из этой элиты, так называемой, они не сильно хотят этой большой войны, потому что они понимают, что Россия никак не будет на стороне победивших. Вот это очень важный момент. Для того, чтобы начинать такую войну, нужно четко понимать, что ты сможешь не выиграть. Если мы берем вариант вообще ядерной войны, тогда вообще бессмысленные эти разговоры. Почему? Потому что победивших там не будет. Если мы берем вариант большой войны, но конвенционными методами, ну то есть обычными вооруженными силами, то, что мы сейчас видим, что происходит в Украине, что происходит в Израиле, и может происходить в каких-то других странах, то здесь опять-таки шансы России на победу очень призрачны. Поэтому вот эта группа считает, что именно большой войны не надо. Но какая-то общая нестабильность различных регионов, какие-то локальные там войны, это большой плюс. Почему? Потому что это будет отвлекать внимание, это позволит решить какие-то свои проблемы. Ну и как считают, например, России, в таком контексте именно выиграть войну против Украины. Чем больше будет вот таких вот событий где-то за рубежом, тем меньше помощи будет получать Украина, и, соответственно, Россия более уверенно себя сможет в этом плане чувствовать. И вот эти страны, они на вот эту глобальную нестабильность, они работают. Но готовы ли они реально к какой-то там большой войне, это на самом деле вопрос открытый. Почему? Потому что я вот уже упоминал Китай, для того же Китая, ну, вопрос какого-то силового противостояния, ну, этот вопрос актуален, и они понимают, что в какой-то там отдаленной перспективе, если они претендуют на роль реально центра влияния, то, возможно, ну, скажем так, это положение центра надо будет отстаивать и выбивать с помощью именно силовых каких-то методов. Но к этим же силовым методам нужно быть готовыми. И для начала нужно иметь хотя бы какой-то паритет по ядерному вооружению с теми же Соединенными Штатами. На сегодняшний день Китай отстает более чем в три раза. И у них есть план, как за пять-семь лет, в принципе, этого паритета добиться. И вот тогда можно уже выходить на арену, скажем так, играть мускулами и пытаться решить вопросы в тот способ, который для них наиболее является, ну, оптимальным, в том числе и силовой. Но на сегодняшний день у них такой возможности и желания нет, они не успевают это сделать. Но вот эти вот страны-изгои, Северная Корея, Иран, ну, Северная Корея тут пока в меньшей мере, но я не исключаю, что она в ближайшее время подключится, поскольку у них есть же конфликты с Южной Кореей. И Российская Федерация, они, конечно, ситуацию максимально качать будут. И будут максимально разгонять, кстати, тезис о большой войне. Потому что они считают, что это очень хорошая такая пугалка, которой можно будет где-то напугать страны западной демократии. И они ради предотвращения этой войны готовы будут садиться за стол переговоров, ну, и о чем-то типа договариваться. А если вдруг начнется какая-то такая большая заварушка, не война еще, да, а вот такие какие-то моменты, которые будут предвоенными, вступит ли Китай на стороне оси зла или все-таки присоединится к демократии, понимая, что это ему очень невыгодно? Китай будет сидеть там, где он сидит. Ну, грубо говоря, если говорить аналогиями Мао Цзэдуна, он будет сидеть на дереве. Когда-то Мао Цзэдун сказал, что Китай это такая мудрая обезьяна, которая сидит, вот есть такой холм, на холме дерева, на дереве сидит обезьяна, а снизу дерутся тигр и дракон. Ну, Советский Союз и Соединенные Штаты. Они будут тогда добить себя друг друга, истощат, поранят, а потом, когда они без сил будут лежать друг напротив друга, с холма из дерева спустится мудрая обезьяна, поднимет камень, добьет, значит, тигра и дракона, и на этом поставят точку. Поэтому сейчас Китай напрямую вступает в какие-то подобные конфликты, если они непосредственно не будут касаться национальных интересов, знаете, узконациональных интересов Китая не будет. А узконациональный интерес Китая, он один, называется он Тайвань. То есть, если там ситуация будет оставаться такой, которая есть на сегодняшний день, и никаких там заявлений, ну, такого, знаете, критического характера для Китая не будет, то какой смысл тому же Китаю напрямую вмешиваться в войну, например, на Ближнем Востоке, или в войну в Украине? Он может как-то поддерживать дипломатические, возможно, даже какими-то военно-техническими поставками какие-то там страны, которые будут со стороны оси зла, но сам он к этой оси присоединяться не будет. Послушайте, ну, для того, чтобы это делать, Китай, как минимум, должен быть однозначным лидером. А его лидерство, ну, в какой-то мере, ну, не то, что оспаривается, оно не признается. Пока вот некоторыми странами, знаете, так публично, что вот мы и старший китайский брат, значит, выступаем против там чего-то. Пока там видимость, знаете, такого равноправия и видимость такой демократии. И вот Путин там, когда едет в Китай, он же считает, что он едет как лидер независимого государства к лидеру независимого государства. То, что по факту это выглядит несколько по-другому, не отменяет все-таки того, что пока такого понимания и принятия такой лидерской роли Китая нет. То есть Китай, знаете, он хочет где-то повторить, вот, кстати, путь Советского Союза в таком плане, что на определенном пике своего там могущества Союз имел различных союзников там по всему миру, и он мог им прямо приказывать, что делать. И он делал так, как он считал нужно. Вот хороший пример, например, Карибский кризис. Когда его разрулили, Кастро просто поставили перед фактом. То есть никто с ним там не советовался, ничего. Ему просто сказали, что как бы там молчи, мы сделаем вот так, а ты, значит, выйдешь и скажешь, что это прекрасное решение там, которое мы поддерживаем и так далее. Хотя он был чрезвычайно там этим недоволен, раздосадован и хотел даже какой-то Димаш совершить. Но тем не менее Союз имел возможность так себя вести и так себя ставить, да, там на Африканском континенте, на том же Ближнем Востоке, во времена различных арабо-израильских войн, да, он мог себя так вести. Китай пока себя вот именно так вести не может, и поэтому он явно не будет выступать на стороне зла. Тем более, зачем будрому Китаю выступать на стороне тех, кто однозначно проиграет? Ну, по крайней мере, по состоянию насыщего. Китай прилетел не Путин, а двойник. Человек, похожий на Путина, был таким бодрячком, здоровался со всеми за ручку, причем не просто там с самыми главными, да, а там вот сколько их стояло, со всеми поздоровался. Что на настоящего Путина, ну, мягко говоря, не похоже, да, с его всеми паранойями. По вашему мнению, с трапа самолета сошел настоящий Путин или двойник? Слушайте, это очень сложный вопрос на самом деле. С одной стороны, не хочется вдаваться в какие-то конспирологические теории, ну, что мы не имеем просто каких-то там, ну, явных подтверждений, скажем так, некоторым фактом. С другой стороны, ну, даже вот какой-то такой поверхностный анализ человека, которым является Путин, если его можно назвать человеком, указывает на то, что с ним происходят, ну, явно там какие-то изменения. Их, конечно, можно списать, например, на влияние там неких препаратов, ну, допустим, если он там находится на каком-то лечении, то это может влиять на внешность человека, но я бы действительно, при всей своей, я еще раз подчеркиваю, категорически не люблю конспирологии, но не исключал бы, что какой-то вариант с каким-то там действительно подставным Путиным он существует. Но насколько вот его готовы выпускать в большой свет, понимаете, одно дело отправить куда-то там, не знаю, в Тагестан, чтобы он там пообнимался с людьми, или где-нибудь там на площади в каком-то городе еще с кем-то пообщался, а другое дело лететь все-таки навстречу с там мировыми лидерами, ну, у которых есть разведка, у которых есть там вообще понимание, что это может быть. И у них, кстати, есть возможность проверить его в реальности, хоть настоящий он или не настоящий, это достаточно просто делается. Поэтому мне сложно на этот вопрос ответить, но я думаю, что какие-то определенные игры касательно манипулирования там Путиным, его образом и так далее, ну, на России, безусловно, происходят. Вот я только хотел добавить, что Китай не потерпит же подмены, это же, да, действительно, не куда-то там ручкаться с какими-то там россиянами, да? Это лететь в сам Китай, в саму Поднебесную, к самому императору, который считает, что Россия уже под ним, что Путин уже вот сейчас немножко, и все. Если Китай сам это не согласовал. Да, вот это самый важный момент. Когда происходят такие встречи, то, в принципе, если там используются какие-то подставные личности, это надо, конечно, согласовывать на самом высоком уровне. Кстати, вот одной из версий, которую сами россияне уже раскиняли, именно визита Эрдогана в Россию, а не визита Путина в Турцию, была как раз версия о том, что Эрдоган, например, категорически отказался встречаться с человеком, похожим на Путина, и сказал, что я хочу именно встретиться с настоящим. А поскольку настоящий, опять-таки, по слухам, он может, конечно, ходить и общаться, но это делалось в достаточно ограниченное время, но Эрдоган, соответственно, полетел на встречу к нему. Его могли там вывести, пощелкать на камерах, потом опять куда-то увезти и о чем-то поговорить. Ну, в любом случае, понимаете, как бы эта история не развивалась, и что бы за этой историей не стояло, это же, опять-таки, свидетельство слабости России. Когда мы на полном серьезе, не только мы, кстати, мировые СМИ тоже, обсуждают вопросы настоящих, ненастоящих, согласовал это Китай, не согласовал это Китай. То есть это говорит о том, что, ну, политика России, она уже превратилась в достаточно такую примитивную вещь в духе, знаете, таких вот ранних романов Пелевина. Так их там компьютерной графикой рисуют, и они, соответственно, как бы совершают какие-то там политические действия, но народу, по большому счету, плевать, кто там. Живой, неживой, главное, что картинка нормальная, и, в принципе, как бы этого достаточно. Но вот реакция других стран, да, она здесь будет показательная, но понятно, что, если, допустим, Китай про это знает и каким-то образом это согласовывает, мы можем только себе представить, что он просит взамен. Каких очередных уступок, или там какой демонстрации лояльности, верность, верноподдничества, да, или других каких-то вещей, на которые способна Российская Федерация. А может, для картинки Путин сошел с трапа, а не настоящий, а вот с Си все-таки будет встречаться старый дедушка, который настоящий. Ну, эти вариант тоже возможен, но, смотрите, тут же вопрос в чем. А Путину что нужно от этой встречи? Ему надо исключительно картинка. То есть ему надо картинка. Показать, что, вот смотрите, во-первых, я там бодрячком, готовлюсь к выборам, во-вторых, я встречаюсь с одним из лидеров мира, второй экономикой мира, Китай, вторая экономика, да, после Соединенных Штатов. И, соответственно, я никакой не сгой, со мной общаются люди. Вон Орбан там с ним сидел и благодарил его за много разных каких-то вещей. Забыл, правда, за 1956 год поблагодарить, но ничего, у него еще все впереди. И про это будут разговаривать. То есть ему важна картинка. А суть сама переговоров, ну, их же можно необязательно лично проводить в одной комнате. В принципе, можно и по закрытому каналу связи о чем-то переговорить, принять какие-то решения. Тем более, опять-таки, как же делается политика? Эти решения разрабатывают и доводят уже до финального какого-то принятия помощники. Ну, то есть какие-то люди, политики там другого какого-то уровня, министры там и так далее. А потом лидеры просто уже с этим ознакомливаются, дают свое добро и ставят там финальную какую-то подпись по тем или иным документам. Это все можно делать, в принципе, в таком формате, в котором мы сейчас с вами общаемся. Это не является какой-то там большой проблемой. Поэтому, может быть, и привезли настоящего, может быть, он и настоящий и есть, но он собирает только себе вот эту картинку, а все остальное останется за закрытым дверям. Давайте об армии на бумаге Российской Федерации, о помощи США. Кому, прежде всего, из солдат Российской Федерации, может быть, офицером или пропагандистом, или близким погибших, вот через какое-то время войны дошло понимание, что сила российской армии была просто вот нарисована. Там вот эти статьи в Википедии, которые я тоже читал, они замечательные, но вот из там условных тысячи танков стреляет 300, ездит 200, и нужно собрать из них чего-то там. Кто первый это понял? Я думаю, что как это не парадоксально, это первыми поняли люди, которых называют на России военными корреспондентами. Вот это, наверное, парадоксальная ситуация. Они стали ездить туда на линию фронта, действительно на линию фронта, ну, то есть они не все там прям липовые, которые сидят за 100 километров, есть такие, которые туда ездили и общались. И они воочию видели, что из себя представляет российская армия. И они, наверное, ужаснулись в том плане, что в значительной мере это армия где-то 60-70-х годов, которая, к нашему огромному сожалению, имеет просто до черта людей в своем составе и огромное количество металла, которого настолько много, что мы просто не успеваем его утилизировать, ну, с такой скоростью, чтобы там уже закончить эту войну. Но по всему остальному это очень большие проблемы. И они часто пишут достаточно откровенные какие-то посты по поводу вообще и вооружения, и поставок, да, которые там, ну, идут именно в российскую армию. Ну, и время от времени у них даже проскальзывает такой тезис, что на парадах все красиво выглядело, но в реальности все было по-другому. Это, знаете, мне напомнило, по-моему, у Льва Толстого в севастопольских рассказах или где-то там, да, вот у него есть такая фраза в стихах, да, что пошли в атаку, и гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить, да, то есть когда пошли в атаку, думали, что там будет поле, оказалось, что там траншеи, буераки там и так далее. Вот такая же ситуация с российской армией. На бумаге это выглядит до сих пор очень грозно. В реальности, ну, это как минимум в несколько раз, ну, хуже, чем оно есть, ну, и просто за счет, еще раз подчеркну, за счет массы, конечно, она может выполнять те задачи, которые она, к сожалению, на сегодняшний день выполняет. Но что не отменяет того факта, что уровень вот этого раздражения, а что же нам рассказывали одно, делали другое, а теперь, когда еще мобилизирует и оказывается совсем третье, он на России не уменьшается, а только увеличивается. И как его гасить, в принципе, со стороны российской власти, не знаю. Давайте теперь о Байдене. Поставил скептиков на место. Байден заявил, что мы можем поддерживать и Украину, и Израиль, и потому что мы самая могущественная страна в истории. Вот так взял и рубанул такое. Понятно, что это неприятно россиянам, понятно, что это, возможно, неприятно Китаю, но меня интересует другое. Денег и оружия хватит? Ну, во-первых, Байден просто констатировал так, нравится это кому-то или не нравится, но это так и есть. Штаты – самая крупная экономика в мире, штаты – страна, на которой в значительной мере равняется как с точки зрения демократических процедур, так и с точки зрения – это самое важное на сегодняшний день – массовой культуры. Ну, это же очень важный момент. Ну и, понятно, армия, наверное, самая сильная в мире на сегодняшний день, поэтому, когда он это сказал, он просто констатировал всем известные вещи. Что касается, хватит ли у них ресурсов, да, конечно, хватит. Во-первых, тут надо понимать, что когда речь идет про Украину и про Израиль, если мы берем, например, в военно-техническом плане, то ассортимент, такое странное, конечно, слово в контексте того, о чем мы говорим, но тем не менее, да. О, есть другой еще – номенклатура. Номенклатура тех поставок, которые идут в Украину и в Израиль, она принципиально отличается. Нам, например, надо хаймарсы, атакамсы, вот побольше сейчас, да, потом там самолеты, танки, там легкая бронетехника и так далее. Израилю, в принципе, все вот эти вещи особо не нужны. Израилю надо как можно больше управляемых бомб для самолетов, потому что у них много самолетов. Мы часть этих бомб получаем, но не в таких количествах, например, как Израиль. То есть для нас это не принципиально, потому что на сегодняшний момент у нас просто не хватит самолетов, чтобы их регулярно использовать. Они получают там соответствующие ракеты, например, на вертолеты, которые не использует Украина на сегодняшний день. И поэтому в этом контексте мы особо нигде не пересекаемся. Израилю абрамсы не надо. У них есть свой танк, который они, кстати, создали, потому что им долго не давали леопарды и леопарды. Они обращались много лет, еще там 60-е годы обращались к странам западные, просили продать права на производство, им отказали, они плюнули и создали с нуля свой танк, Меркау. И, соответственно, в этом плане им это все не надо. У них есть какая-то часть там легкой бронетехники, но, опять-таки, они имеют достаточные запасы и не требуют того, что могут им дать Соединенные Штаты. У них совсем просто другой тип войны. Поэтому в этом плане с военно-технической точки зрения никаких проблем действительно нет. С точки зрения финансов, я думаю, что это вопрос, он не финансовый, он политический. То есть 100 миллиардов, которые Байден там собирается просить на сегодняшний день для Израиля и для Украины, опять-таки, для бюджета Соединенных Штатов, ну, это крайне незначительная сумма. Ну, для нас это, понятно, там, взрывает мозг, но для Соединенных Штатов Америки, ну, это совсем не те деньги, которые они не могут прийти, не могут выделить, тем более не могут выделить своим стратегическим партнерам. А Израиль таким является де юре и де факто, Украина таким на сегодняшний день является де факто. Ну, россияне напряглись. Конечно, они хотели бы рассказать, что США беднеет, и у них ничего не хватает, но россияне напряглись. И начались вопросы, а зачем России Донбасс? Вот на самом деле, россиянам же наплевать на жителей территории Донбасса, я думаю, даже Крыма, может быть, не всем, но большинству. Зачем им это? Я думаю, что, кстати, для многих россиян сейчас пришло реальное понимание, а для чего им Донбасс? Для каких-то удовлетворения каких-то амбиций, ну, это смешно достаточно звучит, для, ну, амбиций каких? Имперский, да, по большому счету. С точки зрения, там, экономики, ну, это только в минус работает, явно не в плюс. И вот, кстати, вот эти разногласия и вот это недовольство, оно будет только расти. Оно уже очень активно продвигается в социальных сетях и продвигается, причем с такой достаточно критической позиции по отношению именно к российской власти, что какого черта вы, значит, эти территории там присоединили к России, а нам теперь как бы их кормить. И что, кстати, множит на ноль любимый тезис российской пропаганды, который они вбрасывали в информационное пространство Украины еще с 2004 года, про то, что Донбасс всех кормит. Сейчас получается как бы совсем другая история, но только пока на временно оккупированных территориях. Поэтому прозрение дальше будет больше. И понятно, что это никак не способствует монолитности или вообще интеграции российского общества. Это, наоборот, работает на дезинтеграцию, на разделение на свои и чужие, на тех, кто там пришел со стороны. И мы должны на них какие-то там тратить деньги, лучше бы мы потратили на себя. То есть у них было это вот возвеличивание себя за счет напросившихся, примкнувших, да? Да, они считали, изначально, это действительно у них сыграло плюс с точки зрения какого-то внутренних каких-то процессов. Что вот мы там вернули территории, ну, они же так называют, да? Значит, мы там прирастаем этими территориями, мы там дальше будем прирастать и так далее. А потом оказалось, что украсть и временно оккупировать территории, это же и нести за них в том числе полную ответственность. А как ты за них можешь нести нормальную ответственность, если ты изначально эти территории просто превратил в руину? Еще пару лет предыдущих, до вот этого так называемого официального принятия, они же оттуда вывозили все. Резали заводы на металл, вывозили в Россию, и теперь, получается, они получают регион, в котором живет достаточно много людей, но которые, ну, не имеют там работы, не имеют возможности даже минимально как-то себя содержать, и вы должны теперь это делать. Какая же, кстати, ситуация с Крымом один в один. Он дотационный, ну, как был после временной аннексии, так, в принципе, на сегодняшний день не остается. Понятно, что у россиян, так скажем, титульный, давайте так это говорить, у них это вызывает очень большое раздражение, и местами это раздражение переходит уже в какие-то конфликтные ситуации, и дальше таких конфликтных ситуаций будет только больше. Я уже, кстати, читал российские паблики, где называют Донбасс донбосятиной, ну, не знаю, как, знаете, как собачатину, не знаю, как это перевести. Ну, это вы еще мягкие слова нашли, там, на самом деле, они употребляют огромное количество очень плохих, как бы, формулировок, и считают вправе это делать, и пенять, что, какого черта вы нам тут вообще нужны, возвращайтесь в свою Украину, вот это прекрасная вообще формулировка, и без вас было гораздо лучше. То есть, вот, ну, с другой стороны, смотрите, здесь в чем плюс? Они через вот такую агрессию где-то, возможно, финально придут все-таки вот этому водоразделу, вот этой точке бифуркации к 2014 году, да? А зачем тогда вообще мы это все начинали? Какого черта мы эти территории там захватили и временно оккупировали? А сейчас имеем от этого только проблемы, и конца и края этим проблем в таком состоянии, ну, в такой ситуации просто не видно. Ненависть к жителям, которые поддержали Россию на Донбассе, да, в Луганской области, в Крыму, она все-таки вот где-то выплеснется? Она уже выплескивается на таком пока бытовом уровне, но я не исключаю, что этот уровень просто будет подниматься выше, выше и выше, и когда-то это приведет к серьезным внутренним конфликтам. Ну, если к этому времени, конечно, эти территории не будут деоккупированы, не вернутся в состав Украины, но пока перспектива там только такая, то есть это будет идти все на обострение, на обострение, а потом оно рано или поздно где-то взорвется, в каком-то там приграничном российском городе, или еще какие-то там вещи, или там военные российские, которые там будут. Вот что-то приведет к какой-то трагедии, ну, и эта трагедия будет таким ожидаемым абсолютно финалом всей той авантюры, которую Россия затеяла еще в 2014 году. И выборы в Польше. Победитель не сможет создать коалицию, говорят, уже в Польше. Как это повлияет на отношения с Украиной? Давайте поговорим об этом. По большому счету, каких-то принципиальных изменений в негативном плане для Украины от результата выборов в Польше не будет. Более того, градус политического напряжения там рано или поздно уменьшится, будет сформировано правительство, коалиция, скорее всего, это будет леволиберальная коалиция, но при этом эта леволиберальная коалиция как минимум с точки зрения политической, военно-технической поддержки полностью на стороне Украины. То есть она даже больше будет способствовать интеграции Украины в Европейский Союз, ну, по крайней мере, в тот период, пока она будет пребывать при власти. Там есть определенные моменты, которые связаны, опять-таки, с этим болезненным для всех нас аграрным вопросом, поскольку даже по спискам этой коалиции пришли люди, которые как раз и выступали категорически против транзита украинского зерна и так далее. Но, опять-таки, одно дело, когда они это делали во время предвыборной кампании, а другое дело, когда они уже будут нести какую-то там реальную ответственность, будут принимать какие-то решения. Я думаю, что все эти вопросы будут решаться в рабочем порядке, и они не будут настолько остро подниматься, как они поднимались там до выборов или во время выборов. Более того, если будет вот эта леволиберальная коалиция, потенциально, допустим, вопрос, который мог приводить время от времени, все-таки он всплывал, как бы нам не хотелось, чтобы он не всплывал, приводил к каким-то, ну, таким определенным обострением в наших отношениях, я имею в виду вопрос исторической памяти. Он тоже будет минимизирован, потому что представители этой коалиции, они как раз этим вопросом уделяют меньше внимания, они более толерантны с точки зрения, вот как бы вообще Европейского Союза, и для них вопросы там вот исторической памяти или, допустим, защиты там внутреннего там производителя, они важны, но они не главные, то есть они делают ставку на совсем другие вещи. Поэтому в этом контексте, что бы там дальше, как бы там дальше ситуация не развивалась, смотрите, Польша была, Польша есть, и Польша, я уверен, будет одним из основных адвокатов в Украине и Европейском Союзе. У Кремля не получилось повлиять на выборы Польши, или там шансов особо и не было? Ну, там шансов особо и не было, у них единственная попытка влияния была в том, что они брали какие-то высказывания определенных польских политиков, в основном с конфедерацией, ну, с партией этой, да, которая откровенно была антиукраинской, и пытались это каким-то образом разгонять там по социальным сетям, ну, вообще в средствах массовой информации. Но тут надо отдать полякам должное, они еще в 22-м году просто жесточайшим образом, ну, в нормальном понимании этого слова, очень радикально зачистили вообще все поле, где только могли присутствовать какие-то российские пропагандисты или какие-то каналы, через которые россияне могли влиять. Какие-то общества там польско-российской дружбы, еще какие-то вещи. Они просто провели проверки, нашли там массу нарушений, ну, это же понятно, как там это все происходило, позакрывали это все, и, соответственно, ограничили вообще возможности российской пропаганды хоть как-то влиять на внутренние процессы в Польше. И, соответственно, в этом плане Россия как бы ничего не сделала, да, она по большому счету не могла ничего не сделать. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. И первая фраза такая. Слабое место Путина. Продолжите фразу. Слабое место Путина – это его непомерные амбиции. После путинского режима в России. Продолжите фразу. Будет тоже режим, и он будет не демократический. Коллективный Путин будет жить и после Путина, если... Он в значительной мере будет жить после Путина, потому что ему на сегодняшний день нет пока альтернативы. Вопрос в том, насколько жестким будет этот коллективный Путин. Россия без царя? Ну, хотелось бы сказать нормальное демократическое государство, но это при условии, если она вообще может жить без царя. Наверное, Россия без царя – это не Россия вот в понимании нынешних россиян. То есть это не имперское, крайне агрессивное какое-то государство. Но проблема в том, что, в принципе, такой вариант устраивает. После этой войны мир станет? Мир станет другим. Ну, это однозначно. Мир вынужден будет поменяться, и будем надеяться, что эти изменения пойдут ему на лучшее. Игорь, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика. Посмотрим, какой там Путин прилетал или не прилетал к Си Цзиньпину. Хорошего вам дня и ждем победы Украины. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok